всем привет с вами сегодня снова лаборатория культуры ведущая гульнара гарипова который сегодня будет бунтовать против своей роли ведущей и дорогая оля павлович которая впервые в нашей студии но не впервые в нашем городе оля здравствуй здравствуй со зрителями здорово вместе мы с тобой уже даже поздоровались несколько раз сегодня вот как раз про эту хочется штуку немножечко сегодня мне сказать потому что когда оля написала мне сообщение когда мы договаривались о встрече оля говорит что я не привыкла к интервью и меня могут смутить какие-то каверзные вопросы и тут я начинаю сама смущаться потому что я понимаю что мы с тобой миллион лет знакомы неужели вот этот фрейм рамка ведущего какая-то роль ведущего настолько может быть сильной для кого-то и она может смущать в общем не хочется переломать абсолютно все наши какие-то вот эти представления о студии обо всем и вообще существовать сегодня как можно более комфортно я просто еще про это думала я вот уже сколько там два года на радио проработала и все время потом какие-то программы свои прослушиваю пересматриваю я понимаю что я себе дико не нравлюсь когда я вот это вот и вот в этой роли ведущего ты начинаешь как-то иначе себя вести об этом смотрю и думаю боже как как же мне это не нравится как мне эта идентичность не нравится и как из этого режима в принципе выйти и что делать я наоборот вот как раз люблю то чем с тобой начали говорить так называемые вот эти оговорки обмолвки дискурсивные слова неловкие паузы я даже прочитать могу что дискурсивные слова то очень нужно так называемые как они называются в обычной речи слова паразиты вот да на самом деле очень нужное средство для построения устной речи причем средства которые дают человеку в том числе и возможность перевести дух расслабиться продумать конструкцию фразы не прекращая говорить это называется хитизация по-научному я все не могу запомнить это слово в общем это очень важная такая история как мне кажется не про какое-то живое общение поэтому сегодня я вообще буду без роли ведущего вот оля будет сегодня задавать мне вопросы мы сегодня поменяем все ролями и вообще не хочется вот этой дурацкой идентичности она честно говоря меня утомила поэтому я не буду говорить что ты у нас художник который приехал в театр на спаской работать и что ты прочитаешь лекции вот как ты вообще себя а представишь так так и будет как ты себя чувствуешь сегодня в этот час таки так и определить как хочется ну я наверное скажу все таки про эту ситуацию про которую я говорила потому что действительно я в первый раз на радио это потрясающе спасибо у нас и радио и видео и вообще все сразу вот и я действительно уже жила в кирове 7 лет мы провели здесь и каждый раз когда возникало какое-то предложение репортажи о семейной жизни моего мужа который здесь работал в театре художественным руководителем я всегда отказывалась потому что я говорил что это ты публичное лицо а я имею право жить своей частной жизнью потому что я здесь не работаю и я могу как бы эту обязанность не выполнять вот поэтому я всегда оберегала как бы вот это вот личное поле да но здесь я не могу уже его оберегать потому что я действительно согласилась работать театре на спаской александр трясцин сделал мне такое предложение пригласил в своем спектакле побыть художником и художником по костюмам и я это предложение приняла с большой радостью вот поэтому я здесь в кирове и поэтому отказываться от интервью в этой ситуации уже неприлично вот но вместе с тем и опыта у меня особого нет поэтому я конечно немножко робела вот поэтому я сказала тебе об этом а ну действительно это здорово когда можно и в роли ведущего и в роли интервью рамова человека ну на какую-то свободу найти что ли действительно говорить о том о чем хочется о том о чем интересно было бы и слушать и спрашивать но вот у меня сегодня да тоже хочется как-то что-то порефлексировать больше если кому-то не нравится там самоанализ или что-то можете проматывать я хотела действительно может быть вот ты сейчас заделать тему семейной жизни и вот такое сделать какое-то небольшое признание своих штампах и своих стереотипов потому что более-менее близко мы с тобой начали общаться не так давно а вот большую часть жизни пока ты была действительно здесь не присутствовала в публичном пространстве а борьбы было много а тебя практически не было вот такой стереотип на жена художника жена гения жена вот хотя тоже ты тоже художница мы знали об этом то училась здесь как раз да в художественной художественной нашем училище все равно как будто бы в тени потом было большое очень удивление когда мы приехали с тобой на нашу философско-театральную школу в летней школе да когда-то начала раскрываться буквально там с первого дня когда там была была какая-то ну не сама презентация знакомства где мы по кругу начали разговаривать так тихо спокойно я не знаю кто я я так о а так можно было так так ну это так бывает и вот постепенно и постепенно и какое-то чуть чуть большая такая степень личного общения каждый раз вот этого идиотского стереотипа который был долгое время там жена жена бориса он к счастью уходил я если не комфортно про это говорить то можешь вообще нет я думаю что мы можем про это поговорить дело в том что когда мы только приехали в киров у нас сразу же родилась дочь софия вот и когда у женщины маленький ребенок она на самом деле ну какие-то другие роли сложные играть то есть ты действительно находишься этим ребенком ты помогаешь ему ты следишь за здоровьем это очень большая работа занятость как бы и обязанность которую ни на кого не сложить тем более что мы приехали сюда вот вдвоем потом стали втроем и ну на кого-то эту обязанность завалить не получится даже если и очень захочешь хотя очень многие артисты с нашим ребенком сидели причем так довольно таки декларативно мы его вручали говорили пожалуйста побудь два часа с сони и даже саша тряса получается был таким няним вот но в основном конечно я проводила время софии как такая вот даже на но на самом деле киров действительно для меня стал таким вот городом где многие роли появились именно вот именно здесь то есть именно здесь я стала мамой именно здесь как бы вот так наша семья стала ближе потому что мы стали жить втроем мы отвечали друг за друга и именно здесь например я начала рисовать хотя но я давно очень хотела этим заняться и в петербурге но там как-то ну вот у тебя не сложилось там с этим обучением и ты уже чем-то другим занялся а я помню эту историю боря рассказал про краски которые ты ему подарила да мы рисовали оба мы заканчивали художественную школу и я как раз когда увидела как борис рисует как он пишет я говорю ты неправильно все делаешь давай я покажу тебе как надо вот пару уроков акварели дала борису но в итоге он как-то другому все по-своему очень воспринял он забрел какую-то собственную технику такой гуашевый значит живописи очень и наслаждался я говорил борис да все равно неправильно хоть и красиво вот в итоге он значит делал несколько очень таких ярких и крупных работ и портреты и пейзажей и рисовал свою кошку и сказал что кажется интерес к живописи остыл и он может заниматься чем-то другим дальше занялся театром на этом карьера художника закончил да хотя я до сих пор уверена что борис очень такой цепкий взгляд и очень такой действительно ну смел человеку мог бы интересную живопись нам показать вот но он значит оставил это занятие я оставил его просто потому что ну как-то может не верил в себя может быть не до конца понимала что я хочу может быть не до конца понимала что ну что это действительно то что мне нужно то что там часть меня вот и занималась совершенно другими делами довольно долго в петербурге и как раз когда уехала в киров я оставила такую профессию которая мне очень нравилась я работала в кино ассистентом по актерам ассистентом режиссера на площадке то есть это очень такая романтичная профессия ты куда-то едешь ты куда-то бежишь там на съемках всем что происходит ты отвечаешь там за свое поле работы и ну в общем это действительно очень интересно очень мне подходило вот и наверное если бы я осталась петербурге я бы развивалась в этой в этом направлении вот но когда уехала в киров вот у меня родилась софия и ну вот здесь кирове так получилось что мы задержались надолго мы прожили здесь 7 лет вот задержались надолго и неожиданно для себя и тогда мне как бы нужно было подумать чем чем я хочу заниматься но поскольку кино было невозможно как бы ну грустить об этом мне не хотелось мне хотелось сделать чего-то такое чего бы я не стала делать в петербурге и конечно в петербурге в 27 лет я бы вряд ли пошла в художественное училище чтобы 8 часов 10 минут приходить на первую пару чтобы вот честно сесть сам альберт и нарисовать все эти снова шары треугольники найти гипсовые головы и гипсовые листики чтобы ну вот так сосредоточиться и честно как бы проучиться в этом художественном училище я на самом деле очень тоже благодарна нашему художественному училищу потому что это такое крепкое было хорошее вдумчивое образование и очень много я от этого получила вот и после этого мне уже не захотелось оставлять как бы вот эту вот свою идентичность как художника вот и мне хотелось дальше еще развиваться и что-то попробовать и тогда когда мы вернулись в петербург я поступила в театральную академию на курс эдуарда степанчика чергина и закончила там факультет сценографии сценографии и сценической технологии как то называется вот и и еще пять лет тоже так довольно таки честно и вдумчиво поучила сценографии вот хотя борис говорит тебе не обязательно этого делать ты же можешь и дальше делать спектакль как мы это делали раньше сказал нет я хочу уметь все что умеют вот эти вот настоящие художники а в смысле как раньше то есть вы тоже делали но мы раньше работали у нас был коллектив школьный у нас был театр театр студия ну непрофессиональные актеры и у бориса здесь была драматическая лаборатория это студия туда ходила какое-то время да и там тоже я иногда помогала с костюмами с какими-то там идеями сценографическими вот и и здесь же в кирове я же сделала свой первый спектакль тоже с непрофессиональными актерами я не уеду из кирова ты была художником там да я была художником и художником по костюмам то есть вот на профессиональной сцене да я дебютировала впервые в кирове театре на спаской прямо а к кистям и краскам сейчас возвращаешься ну мы конечно уже все знаем благодаря боре опять же что оля рисует грустных зверьков во время репетиции а вот рисование вообще ну какое-то такое профессиональное развитие интересно в плане вот именно живописи каких-то других может быть форм ну вот я сейчас тоже стала об этом много думать потому что был такой небольшой перерыв в работе и я вот думала чем его заполнить и мне как раз захотелось из этих грустных зверьков вместо какой-то вот такой терапии когда ты скучаешь на репетиции сделать действительно графическую серию и ну где-то выставить ее и как-то еще показать круто вообще классная да то есть я взяла побольше побольше формата я взяла я сделала уже несколько ну как бы эскизов как дальше там что могут делать грустные звери вот и ну то есть у меня уже эта мысль оформилась как вот такая вот именно ну чтобы это можно было показать и еще вот я закончил институт четыре года назад и наш мастер он очень расстраивается что мы мало выставляемся то есть мы работаем там много довольно таки вот наш курс но вот именно к выставке подготовить работы это всегда у меня вызывало такую сложность на самом деле и к учебным выставкам тоже мне было сложно подготовить работы потому что а какой-то вот не знаю внутренний критик мне все время казалось что что-то я не доделала да да это просто какой-то бич не знаю вот и вот тут тоже я как-то села и подумала да что же в самом деле надо мне поучаствовать в выставке я взяла тоже такие большие форматы что-то такое стало махать ну в общем в итоге я конечно все таки не выставила потому что уехала в киров на выпуск но не в этом дело ну мне как бы все таки стало видно как вот именно живописные как бы эти работы они немножко так работают на осмысление того что ты делаешь то есть мне захотелось поискать какую-то технику потому что ну вот для того чтобы тебе сделать спектакль ты можешь грубо говоря и не сдавать эскизы ты должен донести задание до исполнителей иногда это просто смета список материалов там список то есть это все прошло макеты эскизы нет на самом деле я часто довольно таки работаю через макет издаю макет мне нравится макет но сделать как бы полный выставочный макет это совсем другое чем сделать рабочий макет конечно же то есть вот эти все материалы на это уйдет очень много времени и ну затрат действительно каких-то на материалы этого макета то есть чаще всего извини перебью а мне кажется что это прям какая-то самодостаточная вообще область они же невероятно красивая особенно когда вот есть проработка это отдельный даже это на самом деле отдельный жанр то есть выставочный макет который ты можешь выставить у себя в фойе театра например или на выставке это да но это это нужно подготовить потому что к работе это обычно ну такая пререзка или это такой рабочий макет ну сейчас очень динамичная театральная жизнь то есть вот мы что-то начали делать даже с Сашей мы подали макеты нам говорят ребята тут надо вам как-то сократиться и мы очень быстро стали сокращаться макет развалился но мы уже не стали его ставить на место потому что сразу сделали чертежи и сдали их в мастерскую и уже эти декорации стоят на сцене вот то есть сейчас если я захочу сделать выставочный макет я возьму и заново все это сделаю и уже как бы в аутентичных материалах там надо будет придумать технологию как это сделать красиво в таком маленьком масштабе ну об этом я хочу тебя поподробнее конечно попозже чуть-чуть спросить просто пока далеко не убежали мы начали говорить это затронула тему города тему Кирова каких-то своих идентичностей которые здесь сформировались дурацкое слово идентичности я знаю да оно сейчас такое широкое что не схватывает уже ничего но просто я не могу даже придумать какого-то синонима самопонимание саморефлексия самовосприятие ну да может быть пусть будут идентичности ну я понимаю о чем ты говоришь ну да у нас просто идентично что угодно уже по большому счету ну пусть будут мы позволим себе все что угодно сегодня вот возвращаясь к Кирову не то чтобы хочется такой вопрос задать дурацкие журналисты ну как вам Киров после возвращения а у меня я просто за собой наблюдаю за последние наверное год полгода у меня очень сильно поменялось отношение к Кирову потому что то есть если раньше это такая какая-то точка где ты ну какое-то время проводишь куда-то уезжаешь потом где-нибудь там тусишь на каком-нибудь фестивале возвращаешься то есть не было вот прямо такой большой значимости и привязки именно к Кирову а сейчас происходит ну вот да наверное последние полгода такое ощущение что вот эта география начинает огромное значение приобретать то есть в глобальном плане да география и границы и перемещения они куда большую роль сейчас играют в том числе во взаимоотношениях да в каких-то социальных связях которые рвутся но вот на уровне Кирова это что это у социологов называется трейболизация да когда у тебя многие там слабые связи со знакомыми рвутся потому что действительно сейчас очень многие куда-то уезжают и а наоборот вот слаб сильные связи которые внутри с людьми с которыми ты постоянно общаешься и регулярно проводишь время вместе работаешь просто дружишь они очень сильно очень заметно укрепляются и вот вот это вот ощущение того что это этот город сейчас какое-то огромное значение для меня приобретает вдруг оно вот очень сильное я прямо наблюдаю за собой и удивляюсь у тебя какое восприятие сейчас после то есть все равно какое-то немножечко возвращение в прошлое или это какое-то совсем другое пространство или вот так же география не очень имеет значения это один из нескольких городов где приходится работать или вообще по-другому ну я даже не знаю как это объяснить нет конечно это не один из нескольких городов потому что все-таки мы провели здесь семь лет и мне кажется что с Кировом были какие-то такие очень тесные отношения какая-то большая любовь что ли скажем так вот и вопреки как бы каким-то там разным мнениям мне например не хотелось уезжать из Кирова то есть я потратил много времени на то чтобы принять этот город полюбить его и мне это удалось абсолютно честно и у меня появилось здесь много друзей и за неделю до отъезда я умудрилась устроиться на работу потом мне пришлось идти извиняться сказать что все договоренности отменяются мне говорят ну как же почему вы нашли что-то получше и я даже не знала что ответить нашла ли я что-то получше а нашла другой город да как бы просто так получилось вот и ну то есть вот эта жизнь в Кирове это была целая какая-то жизнь ну вот она началась как-то развивалась и закончилась и потом когда мы вернулись в Петербург это была тоже какая-то другая большая жизнь вот и там тоже что-то началось что-то произошло что-то продолжает происходить и мне кажется что те люди которые встретили меня в Петербурге и знали меня до того как я съездила в Киров на семь лет они немножко не до конца понимают что уже другой человек к ним приехал вот и на самом деле многие связи в Петербурге они как бы так подразрушили за это время вот сейчас какие-то новые возникают связи и конечно они ну не знаю почему может силу характера возникают в основном по поводу работ каких-то ну вот таких вот и вот когда я приехала сюда на самом деле мы давно стремились в Киров мы были здесь только ну и я и Борис только София почему-то не хочет возвращаться она просто не очень любит путешествовать я просто помню сколько раз там у Бори не спрашиваешь когда ты едешь или что-нибудь там или даже я помню какой-то спектакль ему предлагала что-то там какие-то идеи ну нет ну Киров ну нет ну дело в том что это же надо выкрыть время в своем расписании однажды мы взяли билеты в Киров чтобы поехать на Новый год просто так да просто так снег повидаться с друзьями ну кто-то заболел и пришлось все это отменить вот как это всегда бывает дети и поэтому мы были в Кирове только один раз все втроем когда был юбилей театра 6 лет назад я помню да но это была такая темнота и это был такой более-менее рабочий визит то есть в основном мы время и провели в театре вот и город посмотреть не удалось и как-то себя в нем почувствовать не удалось я помню только что мы гуляли с Ромой Цепелевым и он сказал ну мне нравится как вы держитесь кажется никакой ностальгии нет я вдруг как закричу смотри эти деревья деревья у которых отпилены эти верхушки я совсем забыла что они такие они только у нас такие ну у нас так не отпиливают нет ну мне кажется ну да это какой-то такой бренд наверное бренд Кирова а слушай красивая художественная работа какая-то получилась вместо вот такого стандартного брендирования с лунковской игрушкой и прочим знаешь такие обрезанные искореженные деревья но для меня это было необычно я так пытаюсь вспомнить где вот их так прям много и чтобы вот именно такой вот породы эти деревья да мне прям нравится этот образ бренд Кирова логотип вот и когда я приехала сюда вот уже сейчас это было какое-то абсолютно не знаю как это было очень сильное ощущение ну во первых я приехала сюда в другом качестве я приехала сюда одна я приехала сюда с профессиональными какими-то целями и интересами и мне нужно было сделать свою работу вот а во вторых для меня совершенно необычно было то как я себя ощущаю то есть я ощутила вот эту длинную жизнь которая прошла одна которая была до Кирова вторая которая была во время Кирова третья которая была после Кирова и я вдруг ну вот прям физически почувствовала как много всего произошло как много всего прошло как много прекрасного как много интересного удалось сделать и ну вот сейчас какое-то такое есть мне кажется растерянность какая-то такая что что же будет дальше у многих людей ну у нас у всех мне кажется есть какая-то растерянность в связи со всем происходящим вокруг вот и и вот эта растерянность она как бы вдруг совпала с вот этим вот моим таким рабочим визитом то есть я смотрела и это было так необычно оказаться в городе где ты знаешь трещины на асфальте оказаться в театре где ты знаешь как пройти из одной половины в другую в темноте причем да не заблудившись да и и вместе с тем ты понимаешь что ты все равно другой что ты все равно но какой-то новый и для меня было еще большим счастьем ну то есть ты действительно когда оставляешь людей они ну ты как бы не можешь уже так много участия принимать в их жизни ты просто не здороваешься с ними каждый день не говоришь как дела но вот те люди которых я встретила здесь и которые знали меня я видела что они абсолютно искренне мне обрадовались и как будто как будто я не уезжала они точно так же спрашивали меня как дела какое у меня настроение что мы делаем сегодня и это было конечно для меня большим подарком ну это правда да я помню когда мне Юлия Инушайте летом сказала что вот у нас Оля приедет ставить спектакль я такая как Оля правда правда так срочно спешу тебе там забиваю встречу потому что действительно несмотря на то что мы с тобой пересекались где-то вот в этот период пока не в Кирове все равно какое-то какое-то свое возвращение ощущение такого что это это прямо очень хорошее какое-то теплое доброе чувство было в этом плане и потом ну казалось что мы будем много встречаться где-то пересекаться но на самом деле оказалось что есть люди которые не часто уезжают из Кирова кто-то не уезжает вообще и встретить их ну вот этих людей можно было только приехав в Киров и ну вот я очень рада что такие встречи произошли отлично ну что давай тогда вернемся все-таки к твоим работам да и поговорим если ты захочешь рассказать что-то я не знаю спойлеры это будут или нет накануне премьеры но какие-то вот профессиональные твои задумки связанные со спектаклем то есть ты работаешь как художник над спектаклем последняя любовь Робин Гуда 12 плюс ненавижу вот эту идентичность даже свою проговаривать возрастные ограничения одно что делать приходится я должна сказать да иначе потом я понимаю что это вот держит в напряжении когда ты разговариваешь да то есть лучше не назвать какую-то книгу потому что потом у коллег будет больше работы что нужно будет это прописывать где-то нужно будет это врезать вот и вот это прям тоже такое не очень ощущение хотя я понимаю что ну может быть это нужно как-то рутинизировать и не обращать на это внимание в принципе да но пока у меня еще вот это не отпустило это это необходимость обязанность так вот спектакль который вы делаете и премьера которого будет через сколько дней через несколько через несколько через несколько дней да в театре с Паской ну насколько все-таки для тебя эта работа отличается связано ли это опять же с городом с твоим внутренним ощущением или все зависит от текста от материала или все вместе или как вы работали что-то в итоге все-таки я не прошу тебя описать что будет на сцене там то-то и то-то такие-то такие-то декорации но в целом как передать вот это ощущение от темы от пьесы от персонажей ну наверное нужно начать с того что я в первый раз работаю с этим режиссером с Александром Триастыным вот и когда в первый раз ты работаешь с человеком это всегда ну ты всегда должен как-то сонастроиться как-то пристроиться вот то есть мы с Сашей сделали четыре варианта сценографии прежде чем пришли к тому что значит нам подходит то есть сначала я предложила какой-то вариант Саша сказала нет что я так не хочу потом я попробовал еще один поняла что нет окажется Саша тоже так не захочет даже не стал им показывать это потом мы сделали какой-то рабочий вариант и уже начали его отчерчивать и буквально за 2 дня до сдачи вот что-то я думала 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 что-то не то что-то не то что-то вот я что-то делаю такое не мое ну как бы в этом мне меня. Вроде бы я всё сделала, что Саша попросил. Вроде бы как-то мы всё это делаем. И вот тогда мне в голову пришла одна какая-то такая прямо системообразующая идея, которая сделала проект дороже, сложнее в исполнении, но красивее. Красивее и интереснее. Ну хоть расскажи примерно, что это. Нет, приходите к нам, приходите. Приходите. Там очень интересная декорация. Вот. И когда я это придумала, я подумала, да, да, вот это надо делать. И тогда я позвала Сашу и сказала, Саше, ну, не удивляйся, но, кажется, мы сделаем всё по-другому. Саша послушал это и сказал, аааа. Я говорю, Саша, тебе нравится? Он говорит, да, но я должен подумать об этом. То есть вот мы довольно долго искали решение, и когда его нашли, оба очень обрадовались, что оно будет каким-то таким интересным и необычным. Вот. Довольно условным. Ну хоть обом-то форично опиши, что это такое. Ну, я не прошу тебя рассказать конкретно какой-то вот здесь будет там, что такая штука стоять. Такая штука. Ну, по ощущениям. Ну, мы просто думали, что вот это за история сегодня, какая она может быть. Как не случайно она 12+, потому что это не детская история. Это история вот о любви и о том, как человек как бы ищет себя в том, как он, как это сказать, как он выстраивает отношения с другими людьми, что он может себе позволить, и чего не может. Вот. И вот как раз, когда я думала, о чём, о чём, о чём мы вообще это делаем, мы пришли к тому, что где-то в декорации мы хотим заявить вот эту систему хэштегов, какие-то важные вещи, о которых мы мы говорим. И вот эти хэштеги, да, вы там где-то их и увидите. Вот. И ещё тоже, когда мы говорили с Сашей, мы говорили о том, что вот этот мир, в котором Робин Гуд живёт, он довольно-таки такой жёсткий, ну, жестоковатый, жёсткий. Вот. И вот эту жёсткость тоже нам хотелось передать и в материале, и в форме. И это тоже вот в этой декорации есть, потому что как бы вот в этом мире, там, где Робин Гуд, защищает, как бы, бедных, но он же пользуется абсолютно незаконными методами. То есть он просто устраивает самосуд фактически, и точно так же ведут себя те люди, у которых в руках есть законы, у которых в руках есть власть, они точно так же себя ведут, не пользуются ни законами, ни властью, и всё это выглядит как такое своеволие. Вот. И вот такой вот жёсткий мир, как бы параллельно и лес шерватский, и нотингем, это такая довольно-довольно жёсткая декорация. Вот. Лес. Сразу вспомнила, да, проект. Не было у тебя никаких ассоциаций с лесом? Бибихинским. Нет. А дело в том, что с Бибихинским проектом так забавно получилось. Борис анонсировал его и предложил принять всем в нём участие. На первой встрече было то ли 50, то ли 60 человек. Вот. И я тоже пришла. Извините, не перебью тебя, там есть возрастное ограничение у проекта Лес? У проекта Лес. У всех разные? Да. Обычно у всех спектаклей разные. Там только один спектакль есть 18+, Лес Ангелина, а все остальные спектакли, мне кажется, там нет. 16+, да? Да нет. Мне кажется, можно и 6+. Надо сказать, что это такой множественный очень спектакль, где спектакль Грибница, где в разных городах разные художники делают какое-то своё высказывание по поводу Бибихина. Философии, да. Владимира Вениаминовича Бибихина. Каждый спектакль своё собственное имеет ограничение. Я думаю, что вы можете на сайте посмотреть. Да, прости, перебила тебя опять. Вот это вот мне не нравится. И я тоже думала, а что бы я могла сделать, какой бы спектакль с каким возрастным ограничением. И я думала, 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 думала. И как-то так тяжело всё это у меня заходило. И, ну, вот Борис тоже рассказывал всем участникам, что говорит, это наша такая лаборатория, мы можем ничего даже здесь не сделать. И в какой-то момент я вдруг почувствовала, что я ничего не хочу делать, что мне ничего не придумывается. Всё, что придумывается, оно какое-то нескладное. И самое главное, что мысли куда-то уходят. И я стала рисовать грустных зверей опять. И тогда Борис сказал, ну вот, это и есть твой проект, ты не обязана ничего делать. И в итоге моё участие в проекте «Лес», оно так органично возникло только в этом году, когда мы сделали спектакль «Лес Ангелина» в рамках фестиваля Толстовского в Ясной Поляне. Там я помогла им с декорацией в лесу на пушке и с костюмом немножко. То есть больше ничего не расскажешь про Робин Гуда, да? Про Робин Гуда? Мне кажется, ну, премьера, мы же волнуемся, мы же как бы что-то делаем, что-то меняем. Мне очень нравилось с Сашей работать, когда у Саши есть такая черта, у него безудержная фантазия. То есть он начинает что-то придумывать и говорит, а в этот момент, а вот здесь, а тут произойдёт вот это, а здесь это. И такая сижу, ну, господи, как это всё произойдёт? И потом вдруг Саша такое говорит, я понимаю, ну, глаза, и Саша говорит, да я шучу, Оля. То есть уже человек настолько напридумывал там всего, что как бы и сам понимает, что это всё не уместится, но вместе с тем, ну, как бы не было какого-то такого застоя. Вот. И там, ну, удалось понапридумывать всяких интересных штук. Мне кажется, действительно нужно прийти и посмотреть. А что ещё? Что бы ты ещё хотел рассказать, что бы мы рассказали? Ну да, мне, конечно, любопытно, что же всё-таки будет от тебя, как от художника. У меня как от художника да очень много на самом деле. Вы же будете смотреть всё, что сделал художник на самом деле. Конечно, актёры много делают, но и художник, он задаёт колорит, он задаёт как бы тон, он задаёт какое-то ощущение. Мне кажется, что художнику просто сложно рассказывать про свою работу, потому что он как бы так и говорит с помощью тона, материала, ощущения. И мне будет очень приятно, если ты сходишь и тебе удастся это почувствовать. Я схожу, у меня уже есть очень важный повод ещё дополнительный сходить. Передать. Да, я поделюсь очень. Вспомнила просто, вот именно есть такой тоже, опять же, стереотип, что художнику сложно рассказывать, да, о своей работе. Он говорит уже, собственно, всеми своими выразительными средствами, которые есть на сцене. Я вспомнила в этот момент Лёшу Лобанову, тоже художника театрального. Вот кто-кто, Лёша умеет так описывать. То есть он вот тоже начинает говорить, как Саша Трясцен, у него такой поток фантазии, у него, знаешь, больше даже может быть похоже на то, как и лекции читал Маммурдашвили, да, то есть ты куда-то погружаешься из одного слоя в другой, там нет какой-то прям логической цепочки, да, это вот какая-то череда образов, и ты не можешь уловить связи между тем, что он рассказывает, причём он может говорить о своих работах, да, но в этот момент всплывёт обязательно что-то и общественное, что-то гражданское, обязательно отсылка к каким-то художникам, и вот эта вот цепочка каких-то высказываний вдруг складывается у тебя в такой вполне вроде бы понятный образ, но потом ты выныриваешь из этого, и передать, рассказать, скажем, о чём было его высказывание, ты никогда не сможешь, повторить ты этого никогда не сможешь, и на уровне ощущений вот есть какое-то действительно такое какое-то понимание, наверное. Ну, мне кажется, что я бы могла так рассказать про свои работы, которые уже состоялись, потому что про это намного проще говорить, они уже состоялись, отделились от тебя, а та работа, которую мы сейчас делаем, она ещё в процессе, прямо сейчас идут прогоны, и мне хочется побежать и прямо поправить там костюмы некоторые. Слушай, давай тогда действительно перейдём, вот мне хотелось затронуть тему твоей лекции, лекции на лестнице, ты будешь участвовать в этом проекте в воскресенье, и тема связана как раз с инклюзивным театром и с теми проектами, практически опыт, да, твой, который был связан с этими спектаклями. 16 плюс 16 плюс возрастное ограничение лекции на лестнице в это воскресенье у Оли Павлович. Да. Как интересно. Вот. Как интересно, очень любопытно, я тоже посмотрела специально. Вот. И то есть, с одной стороны, хочется расспросить тебя про какие-то действительно прежние твои работы, и среди них тоже было много каких-то так называемых инклюзивных проектов. И отдельно вот про вот эту тему инклюзивного театра как такового, потому что, ну вот про твои работы я тебя попозже расспрошу, но в целом, как сейчас, что для тебя вот эта формула инклюзивный театр, что она обозначает? Ну, то есть, есть ощущение, опять же, инклюзии, как включение, да, разных групп на уровне, ну, условно, холодной заботы, да, то есть каких-то административных, институциональных каких-то сред, которые пытаются сделать вот эту работу с разными социальными группами, уже такой формализованной, да, и это становится, становилось, не знаю, как сейчас, конечно, становилось определенной нормой, да, то есть вот эти вот специальные приспособления в театре, специальные какие-то вот это вот буквально там от архитектуры здания зависящее, да, возможности, невозможность, вот, а то, что происходит в театре, оно как-то иначе, я подозреваю, что, безусловно, иначе, да, как-то чувствуется, ощущается, и это уже не холодная забота, и вообще, может быть, даже не забота, а скорее, ну, опять же, вспоминая Бориса, да, когда он говорил о работе с, не помню, в общем, о какой работе, но он говорил о своих театральных коллегах, да, как о людях, говорящих на другом языке, может быть, он не так формулировал, да, но вот то, что через них ты открываешь какой-то совершенно иной мир, и они обогащают тебя какими-то очень незнакомыми, непонятными, неведомыми тебе ранее мыслями, другим вообще взглядом на жизнь, вот, что для тебя все-таки? Ну, для меня, наверное, так, ну, во-первых, я понимаю инклюзию, я думаю, многие так ее понимают довольно расширительно, то есть для меня инклюзия в искусстве, в театральном искусстве, это возможность присоединиться, показать, побыть вместе с людьми, которые обычно не, как это сказать-то, не услышаны обществом, поэтому, ну, не то, чтобы не услышаны, а у которых там меньше возможностей, да, к ним меньше прислушиваются, и в этом смысле наш спектакль «Я не уеду из Кирова с подростками», я тоже воспринимаю как инклюзивный спектакль, потому что там подростки сами говорили о своих проблемах, и очень много они говорили о том, что, о том, о чем они никогда не говорили раньше, о том, о чем их никто не спрашивал, то есть вот тебе дали задание написать сочинение «Почему я люблю свой город», и ты его пишешь, и как бы ждут от тебя определенных ответов, вот, а на самом деле услышать, какие у тебя отношения с этим городом, со своими родителями, со своими учителями, и как бы что от тебя хотят, вот это ужасно, это ОГЭ, ЕГЭ, и что ты сам хочешь понять про себя, вот, для меня вот это тоже инклюзия, и потом может быть, да, конечно, мы говорим о том, что какая-то особая образность появляется в этих спектаклях, но вместе с тем, каждый раз, когда ты начинаешь делать какой-то инклюзивный проект, выясняется, что инфраструктура для того, чтобы этот проект провести, она недостаточная, то есть вот ты, Голя, говоришь о том, что там вроде бы есть уже пандусы везде, да нет, не везде они есть, если ты попробуешь подружиться с человеком на коляске, а у меня есть такой друг Оля Стволова из Новосибирска, она руководитель инклюзивного театрального коллектива, она сама режиссер и актриса и так получилось, что мы взяли ее сначала в резиденцию, потому что мы хотели, чтобы в резиденции были разные участники и мы приехали с этой резиденцией в дом отдыха, то есть это дом отдыха для членов семей, союз театральных деятелей, для людей, пожилых, детей там может быть. Не в Грузии? Нет, не в Грузии. Не в Рузии? Нет, не в Рузии, в молодежном, это на берегу Финского залива, то есть там много раз отдыхали самые разные люди, вот, и выяснилось, что нам не закатить Олену коляску, то есть каждый раз, когда нам нужно преодолеть три ступеньки, мы должны говорить и брать ее, и как бы поднимать. И прямо при Оле сделали этот пандус, то есть получается, что все мамы, у которых были коляски, там все пожилые люди, которым сложновато подниматься, то есть получается, что коляска проехала там в первый раз, и так случается постоянно, то есть, например, потом уже Оля принимала участие в нашем проекте в Александринском театре, и там есть система полностью, он оборудован для приема людей на колясках, но при том, что он оборудован для приема людей на колясках, им нужно ставить туда отдельную охрану, и вот опять же нормы, которые там ты не любишь, я ужасно не люблю вот эти досмотры на входе в театр, когда тебя пытаются найти в театральной сумочке автомат, и для этого там всевозможные сканеры, и значит, вот такой человек на коляске тоже должен пройти все эти всевозможные сканеры, и поэтому там нужно ставить охранника, и поэтому ты не можешь просто взять и приехать на свои коляски в театр, ты должен позвонить, договориться, позвонить в звонок, чтобы этот человек пришел, вздохнул, открыл для тебя специальную дверь, вот, и, а это же не так просто, ну, вот если говорить сейчас о людях как бы на коляске, Оля открыла для меня просто, просто за счет того, что мы с ней познакомились и сходили в несколько мест вместе, Оля открыла для меня просто целый мир, и действительно прогуляться с человеком на коляске, это лучшая возможность понять, как он живет, сколько он встречает на своем пути, как бы это сказать, ну, постоянно препятствий, он приводит, для этого их намного больше, чем вот я просто пришла к тебе сейчас на передачу, чтобы это сделал человек на коляске, это пришлось бы кучу делать согласований, кучу, значит, подготовки, еще чего-то, но вместе с тем это очень просто, то есть все, что требуется, грубо говоря, если нет пандуса, то просто нужно позвать несколько людей, чтобы они помогли, но тоже это никогда не приходит в голову, потому что это хорошо, что Оля такой харизматичный человек, такой человек, который везде хочет попасть, везде хочет побывать, и она говорит, пожалуйста, встретьте меня, поднимите меня, отнесите меня, но, во-первых, она не всегда была такой, а, во-вторых, не все люди такие, и человек, которому, ну, один раз откажут, другой раз откажут, или кто-то там что-то скажет не так, и посмотрит не так, ну, может быть, и откажется от своего такого активного участия в жизни, вот, поэтому, если вот мы с вами идем по улице и не видим людей на коляске, если мы с вами приходим в театр и не видим людей на коляске, значит, эта работа еще не закончена, несмотря на то, что у нас есть пандус, значит, она не проведена, и она никогда не будет закончена, то есть нам всегда нужно будет думать о том, чтобы кто-то, кто вдруг выпал из нашего поля зрения, из нашей, как бы, защиты, потому что, ну, есть люди, которые сильнее, есть люди, которые больше могут, и мы специально для этого и делаем, как бы, все эти социальные службы, чтобы мы могли все как-то друг о друге позаботиться и уравняться, вот, и всегда есть о чем подумать, и всегда есть, как бы, куда устремиться дальше, и когда люди говорят, что что-то многовато стало инклюзией, да нет, просто вы заметили, что она появилась, а можно делать намного больше, намного, ну, как бы, больше и интереснее можно работать, и еще больше людей появится на улицах, появится в театрах, появится в школах, в общем, вот это вот, наверное, мой пафос такой, потому что, например, когда мы были в Узбекистане, у нас там был инклюзивный проект, довольно длительный, у Бориса было несколько сессий, и я приезжала на последнюю, чтобы, ну, помочь уже как художнику в выпуске спектакля, и там тоже была девушка на коляске, там вообще была очень интересная компания, все были разные, все ребята были разные, но поскольку этот проект один, буквально на весь Узбекистан, то решили взять всех, и людей с какими-то ментальными сложностями, и людей с проблемами со зрением, и людей на колясках, и вот там была девушка на коляске, и тоже специально они приделали пандус к своему театру, который 40 лет уже существует, и вот появился пандус, то есть получается, в первый раз за 40 лет возникла необходимость больше, чем три раза подряд закатить коляску, вот, но теперь этот пандус есть, выяснилось, что есть, ну, как бы более-менее удобный вход для человека на коляске, вот, и, значит, вот эта девушка, мы о чем-то говорим, говорим, и Борис говорит, а сегодня вот будет у нас спектакль, мы будем с Олей играть спектакль в Виатлак, хочешь, приходи, посмотри, и она говорит, да, хочу, а что, можно? То есть у них уже целый год был проект, и только к концу проекта она вдруг поняла, что она может сходить и посмотреть, какие спектакли играют ребята, с которыми она занимается, и потом она посмотрела наш спектакль, она сказала, да, он сложный, интересный, говорит, а можно я еще на что-то приду? И говорит, да, конечно, ты можешь прийти, ты можешь, вот, здесь есть место, где ты можешь побыть, то есть это даже не приходит в голову, ни им, ни нам, то есть не тем людям, которые как бы на коляске, не тем людям, которые просто являются приглашающими, приглашающие организации театру, не приходит в голову, что можно чаще ходить в театр, потому что это весело и интересно, вот, и для этого самое главное, есть все возможности, то есть как только мы начинаем какой-то вот инклюзивный проект, сразу возникает очень много, очень много надобностей инфраструктурных, и когда этот вопрос встает, ну, конечно, мы его разрешаем в рамках нашего проекта, но по-хорошему было бы здорово его разрешать и в рамках просто, ну, как бы просто жизни, было бы здорово, если бы действительно пандусы были сделаны удобно, если бы там были какие-то ограничения по звуку, например, по шуму в каких-то местах, если там можно было бы, вот, например, Антон тут рядом организовывал сеанс в кинотеатре для своих студентов, вот, и, ну, это известный факт, что очень многие люди с аутизмом плохо переносят, как бы, большой уровень шума, вот, и, ну, какие-то новые места, и Антон тут рядом сказал, а вы можете нам сделать специальный сеанс, чтобы вот мы пришли, и звук был не очень громкий в кинотеатре, он говорит, да, конечно, я подумала, так ведь и я, я бы тоже с удовольствием сходила на такой сеанс, потому что мне всегда в кино громковато, мне всегда громковато, я сижу так и вжимаюсь в это кресло, и думаю, боже, ну, зачем так громко, можно же чуть-чуть потише, я же поняла и так уже, что тут страшно, всё и летает, и взрывается. Зачем мне там каждую секунду об этом напоминать, и, ну, вот как бы для меня в чём главная тема инклюзии? В том, что каждый человек, независимо от того, какой у него там диагноз, есть он или нет, и можно ли что-то поправить или нельзя, каждый человек имеет право участвовать в жизни, участвовать в искусстве, как зритель, как творец, и каждый человек, ну, как бы может быть принят, и мне кажется, что в чём это помогает нам, тем, кто этим занимается, в том, что, ну, мы очень, конечно, любим наших студентов, наших актёров, как бы инклюзивных проектов, но это помогает и на других людей смотреть по-другому, потому что у каждого человека куча особенностей, и было бы здорово, если бы мы все эти особенности могли, ну, по мере возможности принимать. Ну, хотя бы понимать, да, изначально знать о них, да, что каждый человек имеет значение, наверное, вот такой мой пафос. Вот. Ну, а, конечно, это всегда очень интересно, конечно, это всегда очень такой непосредственный взгляд появляется, когда человек, который раньше не занимался театром, вдруг познаёт его какие-то какие-то приёмы, какие-то способы, когда он вдруг чувствует, что на него смотрят, это всегда, ну, такое удивление и радость, и какие-то действительно новые шаги предпринимаются, которые ты думаешь, ну, а что так можно? Ну, я вот хотела тебя ещё, может, поподробнее расспросить о каких-то вот переводе вот этой особенности в какую-то особую, опять же, художественную форму. Я забыла, как назывался ваш спектакль, где ты была, по-моему, художником по костюмам, где по Брейгелю там что-то, что-то было связано с работами Брейгеля, и у вас... Это был спектакль в Казахстане. Я видела только фотографии, и я настолько поразилась вот этому сочетанию актёров с особенностями здоровья. Не помню, простите, к сожалению, какие диагнозы были. я расскажу. Это был проект в Казахстане, причём он родился из одного мастер-класса. Борис провёл мастер-класс, просто сказали, Борис, мы знаем, что вы занимаетесь инклюзией, можно ли вот у нас мы соберём тут ребят и проведём какой-то мастер-класс. Борис сказал, да, конечно, надо собрать и ребят, и актёров, чтобы было как бы общение какое-то. И вот этот мастер-класс собрался, они его провели, и после этого и актёры, и ребята сказали, мы не хотим больше расставаться. Названием этого мастер-класса они назвали свой проект «Действие буквально». Они сказали, что они дальше хотят встречаться, они дальше хотят импровизировать, и они хотят сделать спектакль. И эта группа жила и развивалась где-то год. Они научились замечательно делать такие перформативные вещи, то есть они собирались, общались и устраивали какой-то перформанс. То есть они могут двигаться много под музыку, они могут как-то интересно взаимодействовать, какая-то контактная импровизация. То есть это очень необычная действительно группа. И как раз, когда позвали Бориса, он сказал, ну, ребята, как бы вот эту импровизацию и без меня умеете, давайте сделаем что-то такое структурное. И, значит... Сниму на позу. Расслабляйся. А просто сказали, что надо как-то... Микрофон не сильно далеко. Я могу тебя поближе пододвигать. И Борис предложил такую форму сделать, как бы взять, да, как рамку картины Брейгеля. Потому что вот он увидел этих человечков брейгелевских, которые с такой характерной какой-то пластикой, с какой-то странной такой, с странными сложениями фигуры. И увидел вот эту рифму с актерами с синдромом Дауна, потому что в этой группе несколько актеров с синдромом Дауна. Это такие люди там... У них определённые есть особенности как бы и физического строения. Это невысокие такие, коренастые довольно-таки люди. И в какой-то момент он говорит, я просто увидела этого человека и подумала, так это же вот, вот этот вот. Вот это он. Я когда это увидела, тоже, да, действительно, на фотографиях со спектакля, думаю, боже мой, неужели так бывает? Он говорит, надо просто надеть вот такую шапочку. Оля, ты можешь сделать нам такие шапочки. Вот. И дальше там вот в этом спектакле очень много сделано именно на взаимодействии с этими картинами. Мы их разглядывали, мы посмотрели, какие там есть ситуации и буквально их воспроизвели. Мы перетягивали... То есть вместе с актёрами, да? Вместе с актёрами, да, вместе с участниками этой группы. Мы смотрели, как они перетягивают канат, как они что-то там делят, какую-то еду, как они, значит, пытаются влезть куда-то все в одно какое-то узкое место, как они все вываливаются оттуда. То есть такой тренинг по Брейгелю, да? Ну, как бы это действительно очень интересно, потрясающе интересно разглядывать эти картины. И там в театре есть такая сцена, когда мы, значит, пускаем видеопроекцию на сцену, эти картины в Брейгеле, где там очень-очень много людей, очень много подробностей. И дальше ты должен найти какого-то человека и сказать, так это же вот, он совсем как я. Вот, это же я. И найти его, и показать. То есть у нас такие были, такие картоночки белые, и ты мог подойти к видеопроекции и выхватить кусочек и как бы его чуть-чуть приблизить к зрителю. Вот. И дальше, значит, у нас была такая сцена с шапками. Она родилась тоже вот из примерки. То есть вот эти шапки. Борис сказал, ты можешь нам сделать шапочки, как у Брейгеля? Мы долго, значит, ломали голову. В итоге, значит, сделали много разных шапочек. Но у нас же не было возможности все это примерить. Мы привезли это уже с собой. Ну, и вообще примерки, как бы это такая нудная немножко вещь, когда нужно много всего померить. Не все это любят. Вот. Поэтому я сказала, Боря, давай какой-то нам тренинг, значит, чтобы мы попримеряли одежду. И Борис говорит, ну, хорошо, давайте так. Вы, значит, одеваете одежду и устраиваете какое-то дефиле. Вот. Как будто вы стали уже кем-то. И под эту, значит, вот под этим соусом мы надели все эти костюмы, устроили эти дефиле. И, ну, прям, это был такой случай редкий, когда я увидела, как актеры носят мои костюмы и прослезилась. Это было такое счастье от того, что тебе досталась там какая-то шапка с пером. Это сразу было такое преображение. То есть это сразу была другая походка, сразу другое восприятие себя, сразу, что вот у меня такая красота. И это было настолько искренне сделано, что я говорю, Борис, пожалуйста, давай включим вот эту сцену в спектакль. И мы так ее прям буквально и оставили. И нам требовалось только сказать, Борис, нам требовалось только сказать, помнишь, Анара, как ты примеряла шапку? Он такая, да, конечно. А ты мне дашь опять эту шапку? Да, конечно. Вот она. И вот эта сцена, она прямо вот вошла в спектакль, как ребята преображаются, как они получают эти шапки, как они изменяются. Ну и, конечно же, это еще особенная труппа, потому что там у ребят действительно есть такой комический дар. То есть они его довольно-таки хорошо чувствуют. У нас туда входили еще тренинги по работе с маской, по какому-то там созданию костюма из бумаги. И вот эта вот способность преобразиться, вот такое вот чувство позы, чувство жеста, они как бы для этой вот казахстанской именно труппы такие отличительные особенности, потому что потом мы пытались там повторить эти вот тренинги с маской, и они получались, ну, другими. То есть именно вот такого комического дара я больше не встречала. Они там были более лиричные, допустим, эти сцены, более такие какие-то задумчивые, например. Вот. Но именно вот такие вот веселые и лихие, наверное, это вот такая казахстанская труппа, инклюзивная. Почему-то у меня сложилось такое ощущение, да, что вот в работах именно с инклюзивными актерами очень часто, очень многое исходит от них. Вот именно даже в художественной работе «Язык птицово», что уже вспоминаешь, да, и этого как будто бы кажется меньше, а в работах, ну, более таких классических, привычных, не назовешь не инклюзивными, да, но в каком-то более таком традиционном театре. Есть ли здесь какая-то действительно разница? Есть ли здесь какое-то... Или это у меня просто такая, какая-то получилась внешняя? Я думаю, что... Мне кажется, что это просто отличительная черта именно этого режиссера. Всё-таки в основном я работаю с Борисом, а в инклюзивных проектах только с Борисом я работаю. Вот. И мне кажется, что вот эта вот необходимость предложить что-то своё, именно раскрыть себя, она как бы входит в образный язык этого режиссёра. Мне кажется, что так. Потому что есть инклюзивные проекты, где люди выучивают какие-то вещи и делают их, и... Ну, это тоже инклюзивные. Они же тоже включены в производство спектакля, ну, просто как-то по-другому. И в неинклюзивных театрах тоже бывает по-разному. Бывает, что как бы режиссёр хочет, чтобы актёр предложил какие-то вещи, а бывает, что режиссёр хочет, чтобы актёр сделал так, как он хочет, так, как он представляет себе. И только так, и надо добиться этого. И, ну, вот. Все люди работают по-разному. А тебе комфортнее в какой ситуации работать? Ну... Даже не знаю. Наверное, мне всё-таки, конечно, комфортнее, когда предлагают актёру сделать что-то своё, потому что я тогда, как художник, чувствую себя чуть более свободно, потому что я понимаю, что я тут тоже могу предложить что-то своё. Ну, вообще, особенности у художника немножко тоже есть такие особенности, когда ты начинаешь работать с кем-то, и... Ну, вот у меня было такое, что ты начинаешь работать, и, ну, не идёт как-то, что-то не идёт. И я понимаю, что я ничего не могу предложить этому человеку, что и ему не нравится, и мне не нравится. И просто я не могу, как бы, попасть куда-то. И, ну, наверное, тут должен быть какой-то такой мэч состояться, какое-то такое совпадение. Потому что иногда это ни от чего не зависит. Ни от того, как режиссер работает, ни от того, как художник работает. Просто не совпало. Интересно. Ну, и почему спрашиваю? Потому что я-то абсолютно, конечно, апологет горизонтального театра. Хотя понимаю, что это миф, и порой горизонтальность становится тем же... Ну, просто диктатура горизонтальности возникает. Это всегда сложнее, это всегда более длительный процесс. Но мне абсолютно невозможно представить себя в какой-то строгой, иерархичной работе. У меня тут же возникает бунт, и я не могу никак подстроиться, если есть какая-то вот эта вот вертикаль. Мне всегда кажется очень важным, включённость, партиципаторность. Хотя это тоже своего рода миф, да? Потому что как... Ну, потому что всё равно в какой-то момент наступает диктат. Разделение функций происходит. Диктат времени, диктат бюджета, диктат расписания. И поэтому, как бы ты не был горизонтальным, ты всё равно должен, я не знаю, свой театральный проект воплотить в то время, когда пришли зрители, а не когда тебе захотелось. Поэтому так или иначе он возникает. Просто, конечно, он в каких-то структурах действует более жёстко. Ну, и там есть возможность как бы для вкрапления какой-то вот личной воли исполнителя, личного взгляда. Ну, я всегда стараюсь его давать как бы людям, когда есть возможность им лично проявиться. На самом деле такая возможность всегда есть. В конце концов, ты же замечаешь, как бы интересно человеку делать те задания, которые ты ему даёшь. Или не очень, как бы хочет он побыстрее с ним справиться. Или как-то посложнее это всё сделать, предложить что-то своё, там, усовершенствовать. Ну, в общем, я, да, я тоже прекрасно понимаю, что полная как бы горизонтальность невозможна. Но при этом, ну, в творчестве хотелось бы, чтобы ты присутствовала как человек, вот какой ты есть. Да. Как ты? Комфортно? Не устала? Хорошо? Нет, нет, нормально. Час разговариваем иногда, наступает утомление, на всякий случай спрашиваю, может быть уже. Попей водичку. Спасибо. Кофе я тебе не могу тут приготовить, у нас тут сломалось, вообще куда-то исчезло. Коф-машина, к сожалению. Есть ещё какие-то работы? Ну, вот о чём ты будешь на лекции рассказывать? Я не прошу тебя пересказывать там, скажем, тему лекции. Какие-то вот инклюзивные спектакли, проекты, о которых, которые сильно поменяли тебя? Может быть, какое-то представление о тебе как художнике, о личности? Или в целом они все так? Ну, мне кажется, что в целом в каждой работе что-то такое происходит, и ты такой, ничего себе, вот это да. Ну, вот встреча с Олей, вот то, что я рассказывала, это очень сильно меня поменяло. Встреча с этими ребятами в Казахстане. Ну, то есть я не могу сказать, что я как-то стала другим человеком, но, конечно, ты начинаешь, ну, понимать больше и как-то по-другому смотреть немножко на некоторые вещи. Вот. Но это не только касается инклюзивных проектов. Мне кажется, что я буду про них рассказывать, потому что немногие люди ими занимаются, но и обычные театральные работы, они тоже, ну, меняют нас, как-то переворачивают, как-то что-то вносят в картину мира твоего лично. Да, согласна. Такие есть. Вот. А на лекции, я думаю, что, я не знаю, какие люди придут на лекции, и будет ли им действительно интересно так про инклюзивный театр конкретно. Я думаю, что мы будем... Слушай, есть такая тема заявленная, наверное, все-таки придут люди, которые... Я думаю, что мы будем просто разговаривать, потому что действительно и по-разному воспринимают люди инклюзию. Можно поговорить об этом, потому что вот я сейчас тебе сказала так, но кто-то считает, что инклюзия — это только когда вот люди с особенностями участвуют в таких театральных спектаклях. Вот. И по-разному понимают, и разные как бы столкновения с инклюзией есть. У кого-то, например, есть и неприятные ассоциации, и какие-то неприятные истории, мне кажется, ну, нужно говорить про разные стороны, чтобы не было как бы такой идеалистичной картины. Вот. Ну, и мне хотелось бы, конечно, да, вот от собеседников услышать, что им будет интереснее, и на эту тему больше поговорить. Ну, хорошо, не отстранились, пожалуйста, далеко. Я тебе сама предлагаю расслабиться, и тебя дисциплинируют вот эти все-таки жесткие рамки архитектуры всей материальности, которые нас связывают, привязывают. Слушай, а все-таки... Можно я тебя спрашиваю про пение? Я помню, что ты еще пела, занималась народными какими-то... Я точно сейчас не вспомню, но точно помню, что мы на летней школе тогда всю ночь сидели у костра на берегу Волги и пели народные песни. Горландили очень-очень свободно все это. И классный совершенно был у тебя вот показ по Бахтину, да, где ты раскладывала тексты. Мы писали музыку, да, мы специально для него. Это было так здорово. Ну, пение — это, наверное, тоже такая одна из ипостасей, которая впервые появилась в Кирове. То есть я всегда очень любила слушать народные песни, и там часто их напевала что-то для себя. И так получилось, что здесь познакомился Борис Татьяна Анатольевна Романовой, которая увидела по телевизору и решила, что ей обязательно нужно познакомиться с этим человеком, вот, и пришла действительно и познакомилась. И дальше они договорились, что будут сотрудничать, что, может быть, включат какие-то песни. В свои спектакли Борис хотел включить народные песни и включал их такие. В Дубровском у него участвовал прямо такой небольшой фольклорный ансамблик. Вот. И так получилось, что я тоже как-то зашла в гости к Татьяне Анатольевне в эту вот её избу в ДК завода ОЦМ, в которой много лет гнездилась, значит, у неё фольклорный коллектив Горенко. И Татьяна Анатольевна всегда преподавала, и она сказала, ну, хочешь, приходи, попой с нами. И это было как-то так, ну, как-то так возникло. Я подумала, почему нет? Мне же всегда нравилось. Вот. И когда, значит, мы начали петь, Татьяна Анатольевна так удивлённо спросила, говорит, ты из деревни, что ли? Я говорю, да нет, вроде бы я приехала из Петербурга. Такая девчонка. Да. Но вот какое-то такое народное звучание особенное у моего голоса есть, и мне действительно очень нравились эти вот вятские песни, и самое главное, я стала больше понимать, как говорят люди здесь, в Кирове, потому что, когда я только приехала, вот этот особенный выговор, он ставил у меня какой-то ступор такой немножко. Я не сразу понимала, что люди говорят, потому что, ну, здесь есть такой характерный очень говор, и к нему мне было трудно привыкнуть, а потом, когда уже я начала петь песни, когда уже мы начали там искать какие-то интересные варианты для себя, больше изучать, больше, значит, читать какие-то записи, больше слушать, я прям стала так говорить по-вятски. Я научилась это делать, и мне было сложно как бы обратно, мне было сложно перестроиться обратно, я не понимала, как уже говорить без говора, потому что ты как бы уже начинаешь, ты слышишь людей вокруг, ты слышишь вот эти вот фольклорные какие-то вещи, мы съездили там в несколько деревень, просто в гости там с другими фольклорными коллективами встретились, там общались, ходили там по домам, нам показывали люди свои там рубашки из сундуков, сарафаны своих мам, то есть это был какой-то огромный такой вот мир, тоже вот старый такой вятки, который для меня открылся, и потом, когда я приехала в Петербург, ну, у Татьяны Анатольевны самодеятельный коллектив, то есть мы учились петь, мы учились петь в ансамбле, но я так и не успела освоить музыкальную грамоту, то есть, ну, вот я такой вот самодеятельный исполнитель, который может что-то там подпеть, вот, и поэтому, когда я вернулась в Петербург, там, конечно, ну, тоже у людей другой совершенно уровень профессиональных знаний, у тех, которые занимаются фольклором, профессиональных умений, и, ну, я как-то подумала, что у меня уже не получится, наверное, столько времени этому посвятить, потому что я стала учиться сценографии, и как-то я немножко так оставила эту тему, вот, хотя иногда я очень скучаю, но чтобы петь хорошо, нужно тренироваться, нужно заниматься, нужно учиться дальше, развиваться, вот, поэтому иногда я что-то такое пою, но сейчас уже намного реже. То есть, если я тебя сейчас попрошу что-нибудь спеть вместе вдвоём, ты откажешься? Ну, наверное, пожалуй, да. Ладно, тогда мы с тобой обязательно выберем какой-нибудь день, и когда... Да, я думаю, что там вот ночью, у реки, да, это ещё возможно. Я, наверное, с тех пор тоже что-то не пела, я где-то тоже года три народному пению обучалась, вот, и тогда вот в Волге собраться, и выпустить всё это из себя, это была такая отличная возможность сейчас, как будто бы... Я не исключаю, что, может быть, ещё и появится такая возможность просто позаниматься, попеть, но у нас, например, в нашем инклюзивном коллективе тоже у нас есть педагог Анна Вишнякова, она занимается с ребятами, и она тоже очень любит фольклорную песню, она намного приносит игр, потешек, поэтому у нас все знают очень многонародных песен, и там я иногда с ребятами пою. Ладно. Да. Ну, хоть Оля нам сегодня и не спела, но я думаю, что я правда очень тебе благодарна, я как-то очень хорошо и комфортно себя сегодня чувствую. Нормально тебе с вот этой ролью ведущей? Да. Освободилась от таков? Ну, всё равно не до конца, конечно. На тебе и за 12 плюс просто. И за 16 плюс. Всё равно ловлю тебя на мысли, слушаю себя и тебя, и вот то, о чём мы говорили с Борей в самом первом выпуске «Лаборатории культуры», я смотрела, да, появление вот этого персонажа «Я плюс один», да, то есть он всё равно как будто бы присутствует, он присутствует даже, наверное, не обязательно, когда есть камера, не обязательно, когда мы в рамках записи программы, а даже просто в каком-то разговоре с человеком он всё равно, наверное, есть, да? Есть, конечно. А вот мне всё интересно всегда, а кто же вот этот плюс один, понятно, да, появляется какая-то роль, появляется какое-то следование определённым там социальным нормам, может быть, «А вот этот я-то, он кто?» То есть мне, у меня ощущение в последнее время очень, ну не знаю, очень какое-то, может быть, грустное, грустно быть грустным, но тем не менее оно есть, вот оно где-то летом появилось, когда ты, в общем, когда ты, тебе приходит какая-то мысль, ну там же, к примеру, да, что мир становится чёрно-белым, по крайней мере, высказывания очень у многих располагаются в бинарных оппозициях, да, за, против, плохой, хороший, свой, чужой, и только ты успеваешь об этом подумать, да, только ты словишь это ощущение, там где-то через неделю происходит бурное какое-то обсуждение на эту тему, да, ты тут же читаешь это о других. И очень много было таких моментов, и мне вдруг стало в какой-то момент страшно, что вот эти мои мысли, вот эти мои рассуждения, они абсолютно не мои, если это настолько коллективно какая-то воспринимаемая штука, то у меня был полный такой страх какой-то потери себя, вот этого я, ну где оно, в общем-то, да, если всё, все мысли, которые приходят тебе в голову, настолько коллективны, и появляется ощущение полнейшей какой-то социальной сконструированности себя, да, то есть, ну, вроде бы это нормально, вроде бы, да, мы действительно с детства, мы живём в социуме, мы не можем не быть сконструированными вот этими всеми идеями, взаимодействием, вот, но было как-то очень страшно летом. И я помню, что настолько сильно пыталась отгородиться от каких-то взаимодействий, от чтения, от каких-то бурных там обсуждений, да, и я так думаю, так, надо искать основание себя, где-то, ну, своей идентичности, где-то в другом, в чём-то другом. Вот, но не могу сказать, что прямо вот нашла, и что прямо какой-то там есть ответ, и кто я, и где я, и зачем. Вот, то есть, есть какой-то момент ощущения отрицания, вот, как бы, мне не хочется быть ведущей в этой уже жизнерадочной, улыбающейся, болтающей, да, то есть, есть момент того, чего я не хочу, а вот момент того, что с плюс один всё понятно, а вот где это я, к которому это плюс один плюсуется, пока, пока не очень. Ну, мне кажется, что наши идентичности, как раз, они помогают нам и проявить же какие-то свои качества, которые, ну, допустим, просто в тебе, они, может быть, где-то там маленькие, какие-то спят в каком-то таком слабом состоянии. Ну, я, например, когда вступаю в работу на декорации, становлюсь более решительным человеком, потому что это требуется, ты должен сказать, нужно сделать так, так и так, и никак по-другому. Вот, и, например, у нас была забавная история, когда мы с Борисом поехали в такую исследовательскую группу, она, кстати, была посвящена работе с инвалидами, хотя мы тогда ещё не работали ни с какой группой. Вот, это была просто, как бы, такая образовательная поездка, и там выяснилось, что эта группа была собрана так, что, ну, непонятно было, что происходит. И люди просто сидели и, как бы, ссорились из-за того, как бы, это просто о чём идёт речь. Вот, и я на всё это послушала, и это был международный лагерь, и по-английски я сказала, вам нужно просто договориться, что чем вы конкретный момент, и вы занимаетесь. Вам нужно просто, ну, послушать друг друга, потому что сейчас вы тратите драгоценное время, мы приехали все из разных стран, и, ну, то есть я такой помогла речь какую-то, помогла как-то, не знаю, как-то структуру создать этого лагеря, чтобы все могли получить какую-то информацию и разъехаться, не поругавшись. Вот, и вот когда этот проблемный момент разрешился, одна из женщин, которая участвовала в этом лагере, говорит, а ты знаешь какой-нибудь ещё язык, кроме английского? Я говорю, я английский-то не очень хорошо знаю. Она говорит, ты прекрасно знаешь английский, потому что ты очень структурно всё объяснила, ты помогла, значит, нам, как бы, организовать работу нашей группы дальше, чтобы всё не развалилось вообще. Она говорит, ну, вот я, например, когда говорю по-английски, я, ну, и дальше она стала говорить о каких-то ролях социальных, то есть ты, как бы, учитель, ты там ещё кто-то, лидер, и она говорит, что когда я говорю на этом языке, у меня появляется больше лидерских качеств. То есть когда ты говоришь на языке театрального художника, у тебя появляется больше решительности. Когда ты говоришь на языке мамы, у тебя появляется больше там, больше мамы. Поэтому мне кажется, что это как разные языки, наша идентичность. Когда ты обсуждаешь какие-то проблемы острые, Ты затрагиваешь острые темы И можешь быть какой-то там смелый Реагировать остро А когда ты затрагиваешь какие-то частные темы Ты наоборот становишься человеком понимающим Мягким Мне кажется, что это действительно Так, мы разные Не надо расстраиваться в том, что это проявляется По-разному, но действительно есть какое-то зерно В котором ты всегда остаёшься тобой А я всегда остаюсь собой Я, например, люблю Почаще бывать дома То есть я так или иначе Редко оказываюсь в таком большом обществе Ну то есть это часть моей идентичности Люблю спрятаться Особенно на подоконнике Особенно с какаушкой Шторки вот так закроешь И с подушками обложишься Это самое комфортное времяпрепровождение Поэтому мне кажется, что Тебя всё равно видно И когда ты берёшь интервью И когда ты улыбаешься И когда ты приходишь в театр И когда ты зовёшь К себе кого-то Мне кажется, что себя Ну как бы не пропустишь Хорошо Успокоила Спасибо Минутка психотерапевтического сеанса Закончим Ну что Я думаю, может быть, пора закончить Как ты думаешь? Я думаю, да Мы можем закончить Ну смотрите Во-первых, люди теперь Если вдруг захотят ещё что-то спросить Меня, они могут прийти на премьеру Я буду все три дня И там как раз будет видно декорацию Вот И костюмы И, собственно, весь образный ряд И дальше можно прийти Ну, в общем, я действительно приглашаю вас На эту премьеру Потому что это вообще-то Ну, большое событие А билеты вообще есть ещё? Ещё немножко На четвёртую уже очень мало А вот на пятой, шестой ещё немножко есть А, мы вспомнили даты Да Четвёртая, пятая, шестая Четвёртая, пятая, шестая Пятая на Спасхой Да Двенадцать плюс Спектакль Да, двенадцать плюс Потому что Не совсем детская история И на лекцию на лестнице Тоже я вас приглашаю Потому что там можно будет задать вопросы И много всякого интересного узнать Вот А сейчас мы уже достаточно наговорили По-моему, с тобой Спасибо большое У меня ощущение очень Большого удовлетворения И радости И очень приятного Такого разговора, которого Как мы не могли Найти всё время практически Свободное время За время твоего пребывания в Кире Вот сейчас оно нашлось Я совершенно Абсолютно эгоистично Видишь, как твоя Идентичность помогла тебе Yes, yes, yes Ну что, спасибо огромное Я приду, конечно же, на премьеру И на лекцию И ещё увидимся А со всеми нашими зрителями Попрощаемся Давай сделаем так До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok